Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня из-за эмоциональной зависимости от мыши и отношений изначально начались с интима. Договорились, что отношения без обязательств, поначалу это кобыло, но он стал говорить, и внущав мне, что у нас возможно будущее, чтобы переехала к нему. При этом гости никогда не приглашал, вечно что-то придумывал на эту тему, внущил мне, что у нас отношения, они длятся полгода. Потихоньку я стал в это верить, представлять, влюбляться, но по факту ничего не меняется, работа занят, ремонт, встреча стали реже, звонки тоже. Несколько раз пытался расстаться с ним, отпускает легко, теперь не хочет, как хочет. В итоге снова сходились к моей инициативе. Не знаю, как из этого выбраться, что надеюсь на что-то без него плохо, прям дышат тяжелые истерики, комок голы. Когда приезжает, пару часов в спокойствии, но больше нет ярких эмоций, как в начале, когда уезжает, удовлетворения от встречи не остается. На что хочется обратить внимание. В первую очередь хочется обратить внимание на то, что вы не задаете вопрос. То есть, да, формально, проблему вы обозначили. У вас эмоциональная зависимость от мужчины. Но фактически вопросов вы не задаете. Что несколько настораживает. Второй момент. Эмоциональная зависимость, как, в принципе, любая зависимость, связана с потребностью. То есть, вам что-то нужно. Вы в чем-то нуждаетесь. В человеке. И, судя по описанию, я бы сказал, что вы нуждаетесь в некой такой защищенности. Возможно, во внимании. Возможно, в ласке. Возможно, в любви. В безопасности. Потому что вы поверили в то, что человек вам говорил про то, что у вас отношения, что вы переехали к нему, и т.д., и т.д. Поверили вы в это, на мой взгляд, не случайно. Вы поверили в это, потому что вам этого хотелось. И как-то получилось так, что плавно отношения переросли в из... Точнее, из отношений без обязательств в отношения, как раз-таки, с обязательствами. То есть, переросло. О чем это нам говорит? В первую очередь. Нам это говорит о том, что вы на самом деле отношения без обязательств не хотели. То есть, ну, не может хотеть отношения без обязательств человек, который верит в то, что ему говорят. Не может. Отношения без обязательств хочет человек, который ну, на самом деле не заинтересован в том, чтобы эти отношения с обязательствами выстраивать. то есть, такой человек на самом деле хочет отношений в свободных отношениях, без обязательств. очень, получается, в этом смысле, по крайней мере, по вашему описанию, легко поверили в то, что человек возьмет на себя ответственность за вас, это не хорошо и неплохо, это данность, это факт, который мы, на мой взгляд, не можем игнорировать. не можем и не должны, потому что это важно, потому что это важно, то, что с вами происходит, важно. то есть, получается, на данный момент, что вы с мужчиной были не совсем честны. и в первую очередь, не совсем честны, вы были и остаетесь самой собой. то есть, на мой взгляд, по моему мнению, вы себя неплохо так обманываете. говоря о том, что вы хотите отношений без обязательств, а на самом деле, хотите отношений как раз таки серьезных. скорее всего, человек это почувствовал, скорее всего, мужчина это почувствовал и начал давать вам, в принципе, то, что вам нужно, чтобы вас содержать, привязать к себе, это тоже не хорошо и не плохо, это просто факт. дальше, вы пишите о том, что начали влюбляться, вы пишите о том, что, ну, поверили, значит, ну вот, человеку. вы пишите о том, что, смотрите, смотрите, на мой взгляд, подобные вещи не происходят случайно. то есть, на мой взгляд, если, если подобное происходит, а именно, если вы влюбляетесь, если вы, вот, как, ну, как вы говорите, начинаете верить, то это происходит по вашей воле, то есть, это результат вашей волевой активности, которую вы, судя по всему, не замечаете, то есть, вы не замечаете, например, то, как вы поверили, то есть, то есть, чего вам захотелось. и, на мой взгляд, вы до сих пор не замечаете того, в чем вы нуждаетесь, то есть, вы не замечаете того, чего вы хотите, что вам нужно. вы не замечаете. вы не замечаете своей потребности здесь, и как результат того, что вы своей потребности не замечаете, появляется зависимость. то есть, зависимость, это результат, это следствие того, что вы не замечаете, чего хотите. опять же, это не хорошо и не плохо, это факт, это данность некоторая, на сегодняшний день, на сегодняшний момент, и нам с этим, конечно же, нужно считаться, нам необходимо с этим считаться. дальше, вы пишете о том, что, когда человек уезжает, вы, ну, точнее, без него у вас ком в горле, истерики, и так далее. это про страхи, то есть, грубо говоря, это страх, остаться одной, вы боитесь, что он вас бросит. неудовлетворенность от встреч, на мой взгляд, появилось вследствие того, что вы чувствуете, что вашу свободу ограничивают. то есть, вы чувствуете, как ваша свобода ограничивается, вы чувствуете, как вы больше не свободны, вы чувствуете, что вы зависимы, вам это не нравится, но страх сильнее. вы чувствуете, что вы находитесь в более проигрышном положении, чем мужчина, в положении ниже, чем мужчина. оцелуй ком в горле, что является обидой. хотя, здесь очень важно понимать, что возможно, ком в горле появляется не только из-за этого. возможно, ком в горле это и следствие других аспектов. возможно, ком в горле это следствие других элементов. другого опыта, который у вас, возможно, был, который у вас, возможно, есть, и с которым вы, возможно, до сих пор сталкиваетесь. неприятно, да, я согласен, я согласен, очень все это неприятно, но что еще есть. психоэмоциональная зависимость прорабатывается так же, как и любая другая зависимость. то есть, возможно, обращение к врачу за медикаментозной поддержкой. и обязательно психотерапия. психотерапия в этом смысле является обязательной. при эмоциональной зависимости возможно, достаточно большое количество защит. психологических защит. психологических защит. потому что человеку страшно как-то отказываться от того, к чему он пришел. в вашем случае. то есть, в вашем случае вам может быть страшно потерять человека. и так далее, но на самом деле речь не идет о том, чтобы обязательно с человеком расставаться, речь идет только о том, чтобы, так скажем, может быть научиться по-другому реализовывать и удовлетворять ваши потребности, которые есть у каждого человека, у каждого человека есть потребность в любви, у каждого человека есть потребность безопасности, в ласке во внимании, у каждого человека это есть, только в вашем случае это приобрело такой акцентрированный характер, на мой взгляд, именно в силу того, что вы себя обманываете. Ну вот, просто как бы убеждаете себя в том, что вот это так, например, а на самом деле ситуация немножко другая, и ситуация на самом деле немножко по-другому выглядит. вот. Но вы по какой-то причине, а сейчас неважно по какой, вы это не признаете и, соответственно, не действуете исходя из ваших, ну, из ваших желаний. вот. Вот. Просто не действуете, исходя из того, что вам хочется. к сожалению, если бы действовали, то, по-видимому, это могло бы решить множество ваших проблем, трудностей и так далее. Конечно, то, что вы пишете о том, что человек вам внушил, убедил и так далее, конечно, это все свидетельствует о том, что личные границы у вас слабы. Вам можно внушить, вас можно убедить и так далее. Ну, в целом, человек, который обманывает себя, да, такой человек, на мой взгляд, в общем-то, может достаточно легко быть обманутым другим. Вот. После чего, в принципе, можно как-то и обижаться на того, кто обманул, и претензии ему предъявлять, ну, тому, кто обманул. Вот. И, в целом, выступать в такой вот позиции жертвы. На мой взгляд. Что, конечно же, не есть хорошо. Для вас. Поэтому, хочется сказать, что то, что с вами произошло, не является случайностью и не началось только сейчас. что-то с вами произошло и началось, скорее всего, уже довольно давно. Только вы, вы об этом, вероятно, сами не догадывались и до сих пор, до сих пор, в принципе, вероятно, не догадывались. Вам кажется, что вот, это мужчина, вот он, такой коварный, вас как-то смог убедить, да, вот, коварный мужчина. Ну, на самом деле, у него бы ничего не вышло, если бы вы не находились бы, вот, в том состоянии, в каком вы, в каком вы находились. Вот, у него бы ничего не получилось. Ну, хотите, верьте, хотите, нет, да, как бы, у вас нет, конечно, каких-то оснований мне верить. Я прекрасно это понимаю и не хочу, скажем так, заниматься здесь, переубеждением вас, вот, потому что, ну, потому что, считаю, что абсолютно это безперспективно, вот. тем не менее, надеюсь, что какую-то пищу для размышления мне дать вам получилось. Вот это, вот это вот было бы довольно неплохо. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Я хочу пожелать вам всего самого доброго и удачи. Я хочу сказать вам, что вы большая молодец, что обратились за помощью. Вы большая молодец, что решили, ну вот, рассказать о том, что вас волнует психологу, вот. Теперь остается следующий шаг, это начать психотерапию, вот, то есть, ну, то есть, помощь, получить помощь. Вот. Для этого требуется некоторая храбрость, для этого требуется некоторая находчивость, но самое главное. Это, ну, такое желание что-либо менять. Понимаете, да? Удачи вам! Всего самого доброго! Обращайтесь! Вещества В princiпции